Всем привет! Сегодня посмотрим, что произойдет, если неправильно подключить горелку для аргонодуговой сварки. То есть, если горелку подключить к плюсовой клейме, а массу, соответственно, к минусу. Очень распространенная ошибка у новичков. То есть, покупается первый аппарат для аргонодуговой сварки, достаем, очень хочется побыстрее подключить, поработать. Инструкцию, соответственно, никто не читает, обозначения на аппарате тоже не смотрят. И на угад подключается горелка, и масса, соответственно. Ну и тут шансы 50 на 50 или правильно подключили, или неправильно подключили. Ну и плюс часть людей почему-то считает, что прямая полярность, то есть аргонодуговая сварка происходит на прямой полярности, что прямая полярность это когда плюс, соответственно, на горелке, а минус на массе. Ну, соответственно, эта логика неправильная, и ничего хорошего не произойдет при этом подключение. На большинстве аппаратов подключение явным образом обозначено, то есть байонетный разъем, к которому подключается горелка, имеет обозначение, то есть рисунок горелки, туда, соответственно, горелку и подключаем. Если такого обозначения нет, то в любом случае обозначена полярность, то есть горелку подключаем к минусу, а массу подключаем к плюсу. Начнем со сварки на постоянном токе. Для начала, для сравнения, покажу сварку при правильном подключении горелки, то есть минус на горелке плюс на массе, прямая полярность. А потом подключим горелку неправильно, то есть на обратную полярность плюс на горелку минус на массу и посмотрим, что получится. При правильном подключении сварка происходит, как и должна, то есть ровный шовчик, без дефектов. Электрод остается в целости и сохранности. Ну и собственно результат такой сварки, вернее сваркой ты не назовешь, электрод разорвало, видны его остатки, то есть работать в таком режиме невозможно. Ну и вот что произошло тут. То есть электрод обгорел полностью, ушел под керамику, не знаю будет видно, не будет. Вот такая вот ерунда случается, если перепутать полярность. Теперь попробуем повторить все то же самое на переменном токе. Собственно будем сваривать пластины алюминиевые. Сварочный ток 100 ампер, баланс 35% времени очистки, то есть 35% времени положительной полуволны. Частота переменного тока 80 Гц. Результат сварки. Хороший ровный шов. Собственно дугу вы сами видели, но это отличная стабильная дуга. На электроде образовался совсем маленький шарик, который абсолютно ничему не мешает. Все так, как и должно быть при таком балансе. То есть в балансе 35% положительной полуволны. Ну и давайте теперь поменяем подключение горелки на обратную полярность. Вот такой вот получился результат. На переменном токе все-таки какая-то сварка получилась. Ну как бы для сравнения то, что было при правильном подключении горелки. То есть результат, как говорится, налицо. При правильном подключении имеем ровный красивый шов. При обратном подключении, соответственно, ерунда полная получилась. Плюс вначале все-таки немножко взорвался электрод. Не так сильно, как при сварке на постоянном токе, но и нагрузка на электрод была поменьше. Электрод тоже ушел под керамику. Но в данном случае как бы что-то от электрода осталось. Образовался вот такой вот шарик, достаточно большой. Собственно, во время сварки дуга была очень нестабильной. Вы сами все видели. Собственно, вот такой вот результат. Ну и в заключении немного теории. Когда мы подключаем горелку неправильно, у нас меняется полярность. То есть обычно сварка происходит при прямой полярности. Это минус на электроде, плюс на детали. А при неправильном подключении у нас получается обратная полярность. То есть плюс на электроде, минус на детали. Это приводит к тому, что как бы возрастает нагрузка на электрод. То есть при прямой полярности у нас меньше тепловая нагрузка или на электрод. и больше тепла у нас уходит в деталь. При обратной полярности, соответственно, все меняется. Больше тепла у нас уходит на электрод, то есть возрастает тепловая нагрузка на электрод, и меньше тепла у нас уходит в деталь. К чему это приводит, вы, в принципе, сами все видели. При сварке на переменном токе это не так все ярко выражено, но в любом случае нагрузка на электрод возрастает. То есть баланс при правильном подключении, в моем примере, был 35% положительной полуволны, то есть 35% времени очистки. А при неправильном подключении стал 65% положительной полуволны, то есть 65% времени очистки. Плюс к тому же еще, помимо того, что возрастает тепловая нагрузка, у нас еще ухудшается качество дуги, то есть дуга становится менее стабильная. Результат вы, в принципе, сами все видели, то есть сварка нормальная не получается при таком подключении. Так что будьте внимательны при подключении, обращайте внимание на маркировку на аппарате. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Если понравилось видео, то ставьте палец вверх. Если еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Спасибо за просмотр.